22 июля в Северодонецке отметят годовщину освобождения города от незаконных вооруженных формирований. В преддверии этой даты мы поинтересовались у северодончан, каким заполнился этот день, а у вынужденных переселенцев о том, как живется им вдали от дома. Почти год прошел после того, как над Северодонецком снова стал развиваться украинский флаг. Северодонецку, говорят, повезло, город обстреливали мало. Но атмосферу того времени не забыть, говорит горожанка Татьяна Белянская. Я ходила каждый день на работу. Бомбили нас, обстреливали. Страшно было. Но я принципиально ходила на работу. Я хотела увидеть своими глазами, когда нас освободят. И уже когда 21-го мы видели, как танки прошли в рубежном, мы уже понимали, что нас вот-вот освободят. И проезжают пыльные, грязные машины с украинскими флагами. Побежали на площадь, успели. Увидели, как Радиевскому, нашему освободителю, вручают хлеб, соль. Ежедневно в социальных службах Северодонецка регистрируют до 80 новых переселенцев. Сейчас их в городе более 40 тысяч. Примерно три четверти люди пенсионного возраста. Они едут сюда, чтобы пережить лихолетие. Я переехал в начале октября прошлого года сюда. Но можно сказать, что в Северодонецке жизнь намного тише и спокойнее, чем в Луганске, даже несмотря на то, что он находится буквально в 30 километрах от линии фронта. И здесь лучше социальные условия для жизни по сравнению с Луганском, который там сейчас. После начала проведения АТО, фактической агрессии России, началось изменение вот этих вот условий. И можно сказать, что в Северодонецке они намного лучше и комфортнее, чем в Луганске.